Вы знаете, отрицательная коммерческая составляющая общей деятельности Рейл Балтика планируется даже если будет такой, который прогнозирует и грузопоток, и пассажиропоток. То есть она все равно будет убыточной? Да. На самом деле в расчетах, которые были в 2017 году еще представлены Эрнст и Янг, результат коммерческой деятельности оценивается в убытке 4 миллиарда. Плюс, я сейчас объясню, нет, общий результат проекта минус 4 миллиарда. Это результат его деятельности по тому, что там ездят поезда и пассажиры, и грузы. То есть за какой-то период эти 4 миллиарда? За весь проект. Вот была рассчитана стоимость за весь проект. Положительный результат получился, скажем так, за счет некоторого лукавства. То есть Эрнст и Янг посчитал стоимость, монетизировал экологический эффект, потом стоимость якобы 400 сохраненных жизней, стоимость времени, которая сохранится в пути. Вот за счет этого получился положительный эффект. Вот это 16 миллиардов набежало за 400 жизней. Ну 16 миллиардов, это вы знаете, это они сказали, это общий положительный эффект и не дисконтированный. Когда они его дисконтировали, получилось всего 800 миллионов. Вот вся фишка в работе Эрнста Янг заключается в том, что они манипулируют формулировками. То есть где-то они используют количество поездок, где-то они используют ту терминологию, которая реально используется в железнодорожном транспорте. То есть работа там измеряется пассажира километра и тонна километра. Где-то они, скажем так, фигурируют словом пассажиры. И когда изменяются все три понимания, то есть человек в конце концов не должен понять, что в итоге стоит.